Ольга Грибанова не сдерживает слёз. Десятилетняя борьба с равнодушием чиновников привела женщину к отчаянию. Многодетная семья Ольги ютится на 13 квадратных метрах. В жилье на пятерых нет ни воды, ни центрального отопления, ни газа. Однако улучшать жилищные условия или давать участок Грибановым власти не торопятся. Хотела встать на льготную очередь, как детдомовская. Не поставили, отказали. Обращалась в суд, там тоже отказали. Как многодетную тоже не ставят на очередь. Такой очереди вообще нет в Кургане, говорят. Вставайте в общую. Общая очередь 8 тысяч вторая. Председатель Курганской областной думы Владимир Казаков объяснил, в регионе с прошлого года действует закон о предоставлении земли многодетным семьям. И Ольга имеет полное право на получение участка. Спикер взял вопрос на личный контроль и пообещал разобраться. Закон действует. Все. Их задача сейчас четко привести в соответствие выделения площадок, земельных участков. То есть это расторопность городских властей. Мы сейчас, я еще раз говорю, что мы ногами пройдем ваше заявление. Для нас оно интересно. На самом деле, как именно в городе. Потому что нам достаточно такими браурными маршами сказали, что работа очень... Есть проблемы, но работа ведется. По словам Владимира Казакова, спектр вопросов, с которыми приходят курганцы на личный прием, очень широк. Но суть сводится к одному. Бездействие чиновников в решении проблем людей. Обозначить правовое поле конкретного вопроса, дать консультацию на месте или помочь с дальнейшим разбирательством – прямая задача председателя областной думы и его помощников на личном приеме граждан. Обращаются за правовой помощью и индивидуальные предприниматели. Чаще всего коммерсанты просят внесения поправок в существующие законы. Мы не имеем права брать деньги за то, что мы убираем мусор, вывозим мусор, предоставляем бесплатные туалеты, раздевалки. То есть в данном случае, и причем это только в Курганской области. Такая форма, как прием граждан по личным вопросам, для нас, для депутатов, она необходима. Мы приемы проводим каждый на своем округе, согласно графику. Это дает нам, прежде всего, возможность на самом деле ощутить настроение на избирательном округе. Окунуться в те проблемы. И многие вопросы, которые здесь возникают, мы выносим потом на рассмотрение.